Не берут в рейды, потому что ты плохо одета, чтобы одеться нужно ходить в рейды? Фанпэй может помочь в прохождении рейдов любой сложности, а топовых и профессиональных бустеров, ссылочка в описании. Ишнуала. Представьте себе три дорожки. Одна из дорожек ведет к Орде, которую мы видим с вами сейчас, то есть Орда Сильваны. Другая дорожка — это Орда Чести, в которой правитель Трала и его близкие подчиненные Саурфанг и Бэйн. Третья дорожка — это Истинная Орда. Орда Гороша или же Чернорука с Гулданом, то есть Орда, состоящая практически из одних орков. А сейчас выберите один из предложенных путей. Выбрали? Хорошо. В конце видео мы с вами сверимся. Что из себя представляет сегодняшняя Орда? Во-первых, это объединение огромного количества ущемленных рас. Во-вторых, это сильное объединение. Орда в реалиях Азерота может диктовать свои правила, и остальные с этими правилами должны считаться. Ордой командует Сильвана Ветрокрылая. За время своего правления она вывела мощь Орды на довольно высокий уровень. Новое обмундирование, новое оружие, новый флот и технологии. И если кто-то упоминает слово Орда сейчас, то, скорее всего, оно ассоциируется именно с этими показателями. Как нет? Разве она ассоциируется с чумой, нежичью, валькирами, а также толпами нежити в Иргримаре? О да. Это Орда, которая добивается своих целей любыми способами. Она безрассудная, жестокая, и иногда ее методы борьбы могут показаться, мягко сказать, неправильными. Многие из вас следуют за этой Ордой, они видят в ней гигантский потенциал и ни в коем случае не хотели бы сворачивать с проделанного пути. Но давайте посмотрим на два других варианта. Железная Орда. Орда Гороша Адского Крика. В основном состоит из орков, а гоблины бегают где-то рядом, помогают создавать шмот и оружие. Это невероятные силы войск Руба, которые смогли оказать весомое сопротивление объединенным армиям Альянса и восставшей Орды. И они придут. Я надеюсь на это. Пусть приходят армии всего мира. В моей крепости они увидят чудовищных тварей, которых я собрал. Я владею безграничной силой. Куда сейчас делись технологии Железной Орды, один Крис Метсон знает, а так как он ушел из Близзард, этот секрет мы не узнаем никогда. Цель этой Орды такая же, как у прошлого варианта. Мировое господство и уничтожение Альянса. Такая Орда называется истиной, так как включает в себя в основном только орков. Ровно так же, как и Орда Чернорукая с Гулданом. Но Железная Орда освобождена от влияния демонов, она невероятно сильна и могущественна. Технологии Железной Орды по сегодняшний день остаются наилучшим военным изобретением. Еще бы азеритом их обмазать, и можно было бы устраивать мировое господство. Кто-то из вас и по сей день лелеет Гороша Адского Крика, говорит про то, что это был лучший во, что за ним было будущее. Но это если только не вдаваться в подробности, да, будущее было бы, но точно не светлое. Особенно из-за тяги Гороша стать богом. По крайней мере, своей цели он добился бы и уничтожил Альянс. А затем и всех остальных. Ваше право выбирать такую Орду. И, наконец, последний вариант. Орда Чести и Справедливости. Человечная Орда Трала. Такая Орда неконфликтна. Она старается найти дипломатические контакты со всеми. Бросит помощи. У ней недостаточно ресурсов на усовершенствование армии. Все потому, что они пацифисты, и им негде брать тонны ресурсов. Перед лицом общей опасности такая Орда готова вступить в союз с бывшим врагом и победить вселенское зло. Эта Орда практически готова сделать для Альянса безвизовый режим. Воины здесь проходят относительно редко, да и то по всем канонам ведения честного боя. Эта Орда по большей части утопическая. Тем не менее, она существовала какое-то время, и ее остатки были даже в начале Легиона. В текущих реалиях из Орды вновь делают зло. И это не ново. Вы сами только что посмотрели пути развития Орды, и в двух из трех случаев Орда играет роль плохого парня. Лишь только Тралл занимался смягчением пыла орков и налаживанием контактов. Сейчас Орде вновь дают возможность отыграть роль плохишей, так пользуйтесь этим. Какой бы хорошей ни стала Орда, Альянс все равно ее не примет. Под предлогом мира он станет завоевывать новые земли, а гуманность Орды будет только на руку. Как и говорил Натанос, Альянс прикрывается праведностью и благочестием. Они с презрением отвергают и клеймят любого, кто не вписывается в их узколобое мировоззрение. В то же время и в Альянсе все лидеры говорят про агрессию со стороны Орды, и потому ее необходимо ослабить и уничтожить. Ну или же посадить всех за решетку. Вы должны понимать, что Орда это машина для убийств, а не дом для коллег. Тут выживают только сильнейшие, и эти сильнейшие сразу отправляются на фронт. Я говорил про то, что Альянс не примет Орду, так и Орда никогда не станет принимать Альянс. Это вечный конфликт Орков с людьми, отрекшихся с людьми, гилнесцев с отрекшимися, ночных эльфов с орками и так далее. В битве за Азерот Близзард завели комьюнити еще больше в тупик. Вроде бы нам показывают гуманность Орды, свободу выбора. Вот посмотрите, Бэйн ведет диалог с Джайной, который по сути вообще не мог состояться после всех произошедших военных событий. Вначале я попросил вас выбрать дорожку. Послушав информацию про все пути, вы могли поменять свое мнение. Но одно не изменится никогда. Орда играет роль антагониста, злодея, и это уже будет очень сложно изменить. Вот смотрите, сценаристы прописывают семейные сценарии Альянсу, а Орде подсовывают внутренние конфликты для самоопределения. Так зачем этот выбор, если Орда призвана для того, чтобы крушить и ломать? Вонь свиней Альянса мне не подчудилась! Такая позиция прослеживалась даже в Отл.К, и большинство с ней были согласны, а уже после начались разговоры про честь и про то, как делать не стоит. Было четкое понимание цели и Орды. Зачем было размазывать это понятие? Ордынская мерзость! Времена истинной Орды ушли, и ее больше не вернуть. Горош попытался, не получилось, нужно принять то, что есть сейчас. Все это разнообразие новых рас, все эти новинки вооружения, толпы отрекшихся в действующие армии. А если выбирать дорожку Трала, Бэйна и Саурфанга, то в таком случае игра перестанет называться Варкрафт, и надобность разделения фракции вообще пропадет. Потому что конфликтов больше не будет. Выбора больше нет. Получается, когда представители Орды называют ужасными монстрами, крушающими все на своем пути... Эй, ордынские дикари! Это должно звучать как комплименты, ордынцы должны понимать свое предназначение. Я надеюсь, что и вы поняли. Вся история сводится к тому, что когда фракции сильны, они не всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми, у них уже нет сил. С началом битвы за Озерот, ордынцы наконец смогли почувствовать гордость за свою фракцию. Давно они не видели в своей фракции могучего завоевателя, который берет то, что ему нужно. К тому же существует важное отличие от того, как в свое время вела себя Орда под предводительством Гороша Адского Крика. В отличие от нынешнего вождя Ветрокрылой, Горош вел себя слишком безрассудно. Он едва ли не удосуживался принимать во внимание обстоятельства и шел на пролом. Неудивительно, что один из разработчиков сказал, что Сильвана назвала бы Гороша дилетантом в своем деле. Орда победит! Но радость ордынцев в битве за Озерот была недолгой. По всей видимости, Орда Сильваны представляет слишком большую угрозу для нелепого игрового баланса. С каждым патчем и обновлением все больше персонажей Орды отворачиваются от вождя, который ведет свою фракцию к победе в игре про войну и искусство ведения боя. С каждым разом все больше персонажей калечат с точки зрения их характера и мотивации. Логикой в сюжете уже и не пахнет. Действительно, кому нужна победа? Вот этим вот оркам, которые живут в засушливой пустыне и нуждаются в еде и воде? Нет, думаю, точно нет. Дикари не заслуживают пощады! Понятно, что мои мнения тоже менялись с ходом сюжета. То я был за Сильвану, то резко выступал против ее действий. Но самым мудрым было просто изучить и понять историю самой Орды, как она формировалась и благодаря чему обрела свое величие. Как мне сказал один мудрый человек, если уж из вас делают злодеев, то будьте ими и наслаждайтесь своей ролью в этом огромном театре. Я пощадил тебя, потому что верил в твою честь. Я ошибся. Ты бы позволил невинным и дальше страдать? Орда! Я пожертвовал всем ради Орды! Убивал, руливал кровь, а Сильвана погубит нас! Она все разрушит, а я хочу! Вернуть мою Орду! На этом видео подошло к концу. Я буду очень благодарен вам, если вы поставите лайк и оставите комментарий. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новых выпусков. Ну а с вами был Лунный Монах и новое видео уже скоро. Редактор субтитров А.Семкин